всем привет ребята меня зовут катя добро пожаловать на мой канал в сегодняшнем видео у нас будет обзор на новиночки ламель бюджетный бренд и собственно говоря их не новая коллекция называется your secret и у нас сегодня будет на обзор их не мыло для бровей такой глиттер жидкий палеточка у нас будет тенюшек 9 оттеночков румяшки и будет еще вот такая вот сыворотка единственное что чего у меня нет из этой коллекции это глиттера такого крупного который тоже таком тюбике я посчитала что он как бы для меня лично бесполезен поэтому сегодня его на тесте не будет но и также как будет постоянно это видео сейчас я предлагаю посмотреть макияж протестировать все эти продукты и потом уже вы посмотрите сочи и я расскажу с вами не касательно этих продуктов так что приятного просмотра начнем мы наверное с глаз в качестве консилера у меня будет консилер от make up revolution я думаю стоит начать из глаз потому что тени я эти трубу уже и не могут немного осыпаться в частности поэтому я предпочитаю начать с глаз а потом уже продолжить макияж жалко что тут нет зеркала вот почему здесь нет зеркала для начала я беру самый темный коричневый оттенок из этой палетки в принципе я могу немножко неаккуратно работать с тенями потому что мы начинаем с глаз и потом мы все равно будем все поправляйте наносить нашу прекрасную тональную основу которая никогда не пробовала тоннель что я хочу сказать сейчас я наношу тени на довольно влажный консилер который я ничем не закрепляла поэтому тени наносится довольно хорошо матовую сегодня делала макияж ты палеткой и вот мне лично показалось что мне не хватило глубины данного оттенка сейчас посмотрю как это будет смотреться на важный консилер потому что я наносила на припудренный вот мужчина наношу таким круглешком оттеночек и начинаю потихонечку отушевывать той же кистью я и немножко почищу и этой же кистью я буду потихоньку тушевать я его также продлеваю к внутреннему уголочку добираю теней набираю сам я буду ходить наперед спойлер мне кажется это очень удачно палетку умы в плане того что во первых очень красивый дизайн из всех полета который есть не это дизайн у нее наверно больше всего нравится во вторых оттенки довольно красивая то есть есть разные текстуры по ней есть металлики есть такой как больше спаркл идет и в принципе это прикольная палетка на каждый день и возможно на вечерний на выход то есть можно сделать еще и вечерний с ней макияж с яшки есть разные есть потемнее посветлее то есть на любой вкус и свет мне в принципе это очень сильно нравится и меня общего малючи сильно радует у них выходят регулярно какие-то новые коллекции которые интересны которые бюджетные поэтому я считаю что они реально по максимуму молодцы и это прям очень сильно круто я пускай пустой кистью то есть чистой растушевываю всю эту границу немножко подтушевываю ну и надо будет нанести еще оттеночки другие я беру такой вот кисть из белочки набирая светло-коричневый оттенок и его я наношу но наши с вами границы то есть ним я вот этот оттенок увожу максимально в кожу возьму наверно розовый оттенок все же мне кажется его нужно использовать показать вам он такой слегка розоватый ненавязчивая его нанесу наверно ближе к внутреннему уголочку так более-менее ярко то есть я его немножко под на слою вот сюда чтобы тут был такой легкий розоватый оттенок который будет уходить у меня в бровь как всегда у меня все ушло вот просто вот сюда и не могу из его ничего сделать в описанных переносится уходит тени метро самом деле не очень нравится сегодня могу в этом плане остановить в плане тушевки вообще ненормально как всегда в брови все лук увела то есть какая-то вот это у нас рамочка тушевочка получилось давайте наносить сияшки вот набрала ее на кисть буду наносить обычной плоской кистью наносится кистью неплохо но я набираю много я где-то в три раза провожу по рефилу и наношу ее будем делать сегодня такой немножко как крис ну хотя в планах он у меня есть на танку попрет внутренний уголочек я оставлю ближе к внутреннему галочку я оставлю зону не закрашен туда мы на всем другой оттенок в принципе эти оттенки плотные то есть если под наслоить цвет красивый это очень красивый оттенок если угодно слоить принципе ему подложка особо и не нужна по никакой цветовая я сказала что она не нужна все очень красивый оттенок дальше переворачиваю кисть я набираюсь уже вот этот такой портовый такой чисто металл без каких-либо крупных частичек я хочу им попробовать втушевать этот синий оттенок в матовую нашу с вами историю здесь это получится я пытаюсь между собой их растушевать немножко стягиваю эти два оттенка друг на дружку чтобы был такой более мягкий переход и дальше я беру свой свою кисть бочонок набираю коричневый оттенок и немножко в тушевую коричневым оттенком то есть чтобы это все так знаете был на грани друг с дружкой играла красиво дальше я чищу кисть убру конечно же дальше я чищу кисть немножко стряхиваю излишки и далее я наношу оттеночек на нижнее веко будем играться с нижним веком я буду наносить у нас есть вот такое вот золото вот золото и у нас есть вот такая историк вот эти были за я беру вот это золото которое нижний ряд по серединочке набирают а золото но я набираю это довольно обильно я нанесу его аккуратненько на центр нижнего века конечно за счет того что я набираю много металликов они очень сильно осыпаются они довольно сильно у меня летят и осыпаются поэтому я люблю с такими тенями работать таким образом чтобы ничего не боясь самом деле палетка мне понравилась по оттенкам по сияшкам она довольно интересно и в принципе я пользовалась ей на каждый день просто я либо такие яркие сияющие оттенки тут есть правда интересные оттенки поэтому на самом деле я очень рада такой порядке все порядки от ломали были скучные а тут когда я увидел эту палетку я задумалась над ее покупкой то есть она меня очень сильно заинтересовало на самом-то деле и я вот этим фиолетовым немножко хочу подчеркнуть как вниз то есть я этим фиолетовым немножко как из подчеркиваю и пытаюсь как бы няненько растереть и втушевать голубой дальше я набираю голубой этот синий такой то есть я хочу максимально плавный переход сделать то чтобы это все так красиво играла и дальше набираю самый светлый оттенок это самый светлый оттенок мне кажется это чистый спаркл и он набирается прям хлопьями честно не очень фанат такой текстуры потому что но это прям я очень сильно набрала первых оттенок очень быстро закончится во-вторых он к кремовой и вот он прям хлопьями набираю но текстура такая знаете на любителя ну я привыкла к таких текстурам и они очень часто появляются в палетках ой но единственное чем минус таких теней их надо тушевать тумбани их надо размазывать хорошо по веку для того чтобы ну ну чтобы они хорошо легли и без хлопья то есть чтобы эти хлопья не были видно и это прям такой спаркл я на него немножко фиолетового сою но этот в принципе неплохо выглядит мне это спинается но вот как-то так выглядит макияж глаз без каких-либо вот это прям очень красивых я бы сказала мне это не до хром где нет это до хрома он очень прикольно знаете вот он переливается вот в этот оттенок то есть смотрите я отворачивание с палец зрите они внизу кажется что это ну кажется похожими оттенками поднимаешь и не совершенно разные то есть вот они очень красиво с друг другом перекликаются вот эти два оттенка прям очень мощно на самом деле так ну что ж ребят тогда я быстренько доделаю второй глаз наклею реснички накрашу реснички возможно нарисую стрелочку посмотрим как пойдет и вернусь к вам нарисовала стрелочки немножко длинными что я хочу сделать я хочу на эту стрелку нанести вот этот вот глиттер снова коррекции и секрет хочу чтобы эта стрелочка блестела попробую нанести прямо этим спонжиком а потом уже приклеить ресницы вот как раз эти блестки уйдут в этот красивый фиолетовый ну что ж давайте вблизи посмотрим на мой макияж конечно пока тона нет но как-то так выглядит макияж глаз и увидеть эти какие-то нереальные перерывы переливаю это просто что-то невероятное сейчас время сыворотки это сыворотка с экстратом зеленого чая здесь 29 миллилитров хранится 24 месяца она еще очень вязкая я на свочах вам это пыталась показать что но вот тянется короче очень сильно вязкая и на самом деле я по поводу какого-то уходового эффекта вообще это сыворотка очень много всего обещают в плане я ее побольше ношу что я не знаю какой тон что я буду его первый раз тестить он сломает нанесу побольше знаете чисто мне нравится и текстура меняется что она такая лязко это как-то так не обычно что ли у меня таких сывороток не было это сыворотка нам с вами обещает о блин я слишком много нанесла надо пару капель а я тут вылила просто пол литра этой сыворотки ой прям очень сильно много переборщила я немного мягко говоря это сыворотка нам с вами обещает увлажнение увлажнение дальше уменьшение отечности повышает упругость кожи данная сыворотка и нормализует работу сальных желез это обещание эффекты вот этой сыворотки ну не знаю по поводу отеков уменьшение выработки так званого те бума и упругости я рассказать пока ничего не могу но мне эта сыворотка больше нравится всего у ламель то есть мне нравится то что она впитывается кожа из и остается немножко липковаты потому что прошлый сыворотки из прошлой коллекции они были липкие и при этом как будто в кожу полосе не впитывались вот они оставались такими-то жидкими и мне очень нравится это сыворотка уже впиталась и осталось немножко и там всего два оттенка у меня в оттеночке тела rose это такой более персиковый и там еще есть такой более розовый я выбрала этот честно кремовыми были только одни от фаберлик вообще руманами не пользуется кремовыми тем более честно не знаю каких лучше нанести не знаю пигментированы пигментированы давайте нанесу вот так вот я слишком много набрала да и слишком много набрала пони на руку потому что румяна очень пигментированы кстати мы их подуспокоим румяна довольно пигментированы то есть я тут набрала очень это очень много румян то есть я все наверно не использую даже текстура у них приятная кремовая честные я по поводу фиксируется не фиксируется тон кстати не разъедает данный румяна этот но тон у меня и не матовый поэтому странно если бы он разъел это все уайтон дырку немного в тони было бы странно если бы это все разъедало то я немножко румян я немножко этих румяна нанесу и здесь и вот тут вот так немножко мы сегодня будем румяна и с вами но что поскольку есть румяна почему нет румяна кстати неплохие ну то не разделе на тон у нас и не матовый поэтому это не особо показатель выглядит хорошо довольно пигментированные то есть расход у них будет минимальный потому что пигментик у них присутствует оттенок кстати приятно оттенок мне нравится я больше люблю не розовые такие румяшки а немножко уходящие в оранжевый персиковый такой вот что такое румяна в принципе прикольные по первому ощущению впечатлению интересно они будут фиксироваться что ж там надо намочить кисточку немного смочить ее водой дальше мы набираем мыло кстати кисточка в наборе кисточка вот такая и была я если ничего не делала и зачёсываем брови я брови ничем еще не оформляла я хочу зачесать потом и там еще написано что надо чтобы волоски были против линии роста то могу сказать по поводу мыло ну мыло как и мыло мыло вроде бы немножко сильнее и лучше фиксирует бровки но у меня есть такое ощущение что все равно этот эффект немножко короче я сегодня пользовалась этим мылом и мне через некоторое время волоски оттопылились и вернулись в исходное положение как они и обычно себя и ведут то есть не знаю насколько это мыло прям намертво держит ваши брови но при прилизывает к коже очень хорошо ну знаете мыло какие мыло я больше по гелям для бровей если честно я в принципе не против что я купила мыло я думаю в любом случае пригодится иногда по настроению буду им пользоваться но все же мое сердце отдан гели вивьен собой для бровей ну в общем как-то так выглядят брови ну что ж ребята теперь финальное мнение скажу вам честно что я очень сильно приятно поражена данная коллекция ее секрет и на самом деле мне понравилось абсолютно все продукты советовать это глиттер это палетку теней ну глиттер тут все понятно вам с этим никогда не было проблем сияшки для глаз у них всегда топовые классные все об этом знают все это все знают то есть сияет просто как-то очень классно невероятно тут есть более крупные частички палетка теней не на очень сильно понравилось на самом деле 9 оттенков довольно неплохо давайте посмотрим посмотрим по стоимости на самом деле тут я вам прикреплю либо напишу либо прикреплю скрин сколько стоит сейчас потому что брала это все по акции я брала палетку за 205 гривен сейчас кстати я мониторила вчера на my cup.ua она сейчас стоит намного дешевле то есть можете и вырвать короче палетку я купила за 205 гривен и этот жидкий глиттер я купила за 103 гривен и тут я вам прикреплю либо скин либо скрин либо напишу цену которая есть сейчас без скидок со скидок и так дальше так что палетка тени классная тут есть три матовых есть один такой прям хороший металл и 5 таких наверное 4 металлика один такой металлик более такой нежный без крупных частичек и один такой спаркл это самый светлый оттенок я не могу его назвать медальником это чисто реально как спаркл идет по ощущениям тени на самом деле средней пигментации матовый довольно неплохо это все наслаивается тушуется металлики осыпается но при этом металлики очень красивая особенно вот этот синий он вообще какой-то невероятный просто это такая красота и на самом деле понимать и на самом деле мне очень сильно понравился макияж который получился у меня сегодня этой палеткой настолько сильно что мне прямо захотелось такой макияж себе сделать на новый год не знаю может что-то изменится но прям пока выглядит очень классно мне все нравится поэтому палетку точно советую точно берите сейчас если по акциям вырвите ее пока на есть наличие и глиттер тоже очень классный по поводу мыло для бровей но это обычная была для бровей я не могу сказать что она какое-то я могу сказать что она какой-то особенно то есть обычного для бревей нужно ли это каждому абсолютно нет если вы хотели взять какое-то косметическое мыло то можете взять присмотреть целом аэль на самом деле ну это что-то среднее честно не знаю буду я ли пользоваться для меня это меня устраивает обычный гель. Кстати, а сколько мыла стоит? Учитывайте, что я там покупала со скидкой фиксирующего мыла для бровей 119 гривен. Румяна я покупала за 103 гривна. Кстати, я все это покупала на сайте Евы. И там были прикольные скидки, поэтому румяна мне пошли 103 гривна. На самом деле, мне кажется, на мейкапе намного большие скидки. Румяна кремовая прикольная из 2 оттенка, более такие персиковые. Как у меня, это 02 Тиа Роуз. И есть вторые, более такие розовые. Румяна довольно пигментированные, то есть их надо немножко. И в принципе, за свою цену, если вы любите кремовый румяна покупать, тушуются хорошо, все с ними замечательно. По поводу сыворотки. Сыворотка, сыворотка, сыворотка. Я ее купила за 125 гривен. Фактическую цену на мейкапе вы увидите где-то здесь, либо вам я ее напишу. Это сыворотка, как я говорила, с экстрактом зеленого чая. И что могу сказать? Я не знаю, насколько сильно она там убирает отчеки, что там еще заявлено. Там делает кожу упругой, нормализирует работу сальных желез. Но то, что я могу сказать точно, что она очень приятная. Она сама по себе немножко такая вязковатая. И ее надо, правда, совсем немножко, чтобы нанести на лицо. Точно лицо она увлажняет, как-то немножко разглаживает. И на самом деле сыворотка мне намного больше понравилась, чем предыдущие сыворотки предыдущего летнего выпуска. Эта сыворотка мне нравится больше, потому что она вся прям впитывается в кожу и оставляет чуть-чуть липкий слой. И, в принципе, мне это устраивает. Такого приятного зеленого оттенка. Вот сыворотка реально понравилась. Наверное, я бы вам посоветовала палетку, жидкий глиттер и сыворотку. Она прям, ну, классная. По первому впечатлению, очень крутая. Буду тестировать дальше, нанесить перед макияжем. И скажу вам, как она через время. В общем, на самом деле, я вам скажу, что этот запуск ламель был очень сильно удачным. Your Secret меня просто поразила, коллекция. Как я вам сказала, мои любимчики, тем, чем я реально буду пользоваться, это вот эта сыворотка. Буду ее носить перед макияжем. И эта вот палетка теней и жидкий глиттер я точно буду пользоваться на себе, на других. Это просто мои фавориты. По поводу всего остального, не хорошо, не плохо. Но просто румянами я вообще не пользуюсь. Может быть, иногда буду кремовыми румянами пользоваться. Но не на себе, скорее всего, на моделях, на других. В общем, если вам понравилось это видео, то поставьте мне пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить моих следующих видео. Ну, а вам спасибо. Если вы тестировали новую коллекцию, и вообще, если вам нравится бренд One L, если у вас есть какие-то любимчики, напишите мне, какие ваши фавориты у Ломы. Мне будет интересно почитать. Ну, а мы с вами встретимся совсем скоро в следующем витосике. Пока, ребят.